всем привет привет драйву привет вам мои слушатели и зрители не знаю как назвать лучше ну в общем речь сегодня пойдет не о рычагах ягоды и всякой о моем мнении и впечатление от установки газа лпг газа на машину наверное вы сейчас ждете что я скажу блин я проехал больше ста тысяч километров уже и газ это говно газ это говно нет никакой газ это не говно а даже напротив очень классная вещь сейчас данный момент я поехал уже 103 тысячи километров на газе и что я делал принципе ничего да у меня в начале стояли форсунки дешевого производителя на газе тоже тоже польские дешевые не барракуда которые поставил 35 тысяч километров назад а более дешевые и там была такая нам геморройная мелочь там приходилось менять постоянно кольца первый раз поменял кольца после 40 тысяч километров пробега потом я поменял кольца после 28 тысяч пробега и потом уже кольца пришлось менять вообще что-то там в районе 10 тысяч километров тогда я на это все плюнул увидел что расстояние сокращается и решил поставить барракуды барракуды мне обошлись на тот момент 100 лат 100 лат но это почти 150 евро это я посчитал что гораздо лучше чем менять кольца каждых 10 тысяч километров и платить за это 40 лат 40 лат это в районе где-то 50-60 евро где-то такая вот цена получается в чем преимущество барракуды барракуды и есть преимущество такое что это мне надо менять никакие кольца а там стоишь эти форсунки и хватает на 150 200 тысяч километров потом разумеется придется менять уже сами форсунки но в этом я вижу большой какие еще есть преимущество у самого газа газа есть очень большое преимущество в том что примеру до таллина и обратно последний раз самым экономичном режиме который я только смог попробовать на этой машине у меня обошлось ровно 30 евро хотите верьте хотите не верьте 30 евро на 620 километров и из них включая то что я проехал весь сталина сквозь и проехал еще несколько километров по риге туда и обратно до этой заправки это очень большой в общем у меня получилось до талина обратно 55 литров это полностью банк его подсухую я опустошил результатами очень доволен это в районе девяти восьми с половиной литров газа на 100 километров какие я еще моменты хочу рассказать по поводу газа в принципе характеристики машины не ухудшается ни капли я скажу так что у меня даже кто знает куда я выставляю свои видео то есть на драйв 2.ру тот знает что она к примеру на бензине у меня максимальная скорость машины получилось набрать 213 километров в час на газу я бы эта скорость получилось 220 километров в час и это при том что нас было двое и плюс у меня уже стоял газовый баллон который имеет свой довольно большой вес даже если учесть что запаски сейчас не хватает вес равно получается гораздо больше и 2 полных бака в чем еще преимущество газа в принципе плавность хода у машины наверное на маленьких оборотах она даже немножко плавнее работает чем на бензине то ты не буду ничего при украшать свечи паракуда пригорода в отличие от прошлых свечей у них тоже есть преимущество примерно маленьких оборотах разница незначительная есть она вообще есть существует но на больших оборотах машинка стала речь и речь и приемности например нажимая на газ понятно что я на него нажал разница чуть чуть больше газа меньше машина уже чувствует намного интенсивнее так что если будете ставить газ стать со свечами паракуда по поводу того были ли глюки в газе да нет не было фильтра и менять в принципе можно каждые 30 тысяч километров нам то что говорят 10 тысяч километров я думаю что можно и 30 тысячами пойти главный не больше и заливать хороший газ в принципе так поначалу наверное рассказал все остальное уже показывать на машину также смотрите это же самое ведущую дальше наберите степень от момента и вот один момент из этих пришел я пока ехал вспомнил еще парочка таких приятных моментов хороших что я еще хочу сказать так чем отличается форсунки барракуда от простых форсунок если брать простые форсунки к примеру да то простые форсунки отличается от барракуды тем что на них нельзя гонять если вы хотите разогнать быстро машину вам желательно переключиться на бензин и потом после того как вы переключитесь на бензин вы принципе можете втопить на машине как всегда на бензине с хорошим разгоном с хорошим ускорением который в принципе никак не будет отличаться от разгона на газу но форсунки очень сильно гробятся есть большое преимущество у форсунок барракуда барракудовские форсунки выдерживают любую нагрузку они рассчитаны на мощные машины так что на мой двигатель 165 лошадиных сил это так можно хоть все время в пол давить по крайней мере так сказали я немного попробовал я конечно не гонщик машину люблю как я же спокойно в честь того чтобы быть экономичным конечно но как бы вот такие вот дела также все свои тесты и все свои заключения все что я вам рассказываю я рассказываю конечно в отношении к латвийским ценам латвийские цены сейчас на газ к примеру я сейчас заправляюсь на статойле газа у меня получается 56 и 1 даже 50 после моей скидки на статойловской карты у меня получается 54 евро цента это очень большая разница с бензином так как 98 бензин который я заправляю машины у меня получается по цене евро и 40 евро центов поверьте мне бешеная разница это больше чем два с половиной раза так что в других странах конечно цены на газ гораздо повыше чем в латвии так что там преимуществ от газа гораздо меньше вот именно в латвии газ это шикарная вещь и так долгий рассказ но мало чего вам показывал хочу показать вам сейчас как выглядят мои торсунки барракуду который я брал вот я к ним сейчас подхожу под капотом меня сейчас полная грязь так что не обращайте внимание машину тоже все грязные вот сами форсунки это барракуда так они черного цвета в принципе так значит так вот мой редуктор тоже не обращайте внимание на то что он такой грязный да это не оправдание конечно можем пока потом все помыть но больше ста тысяч километров тоже расстояние его и практически никогда не было ну и здесь в принципе у меня машина стоят мозги вот принципе от них фишка от этих мозгов сюда подключается компьютера есть что он настраивается ну вот мозги им принципе он немножко проглядывается там вот они находится находится вот этот блок где было у меня спрятана горловина куда заливать газ я принципе всем рекомендую сделать так как сделал я то есть она находится здесь сейчас данный момент у меня замки все закрыты поэтому здесь у меня находится маленькая такая в принципе немножко проглядывается горловиночка там такая куда накручивается большой на балдашник и туда уже вставляется пистолет ну а так в принципе как вы знаете что этот отчет я решил сделать через сто тысяч километров после того как проехал на этой машине на именно на газу то вам несложно посчитать и понять что за сто тысячи километров я сэкономил на этом топливе ровно 7000 евро 7000 евро поверьте маленькие деньги за 7000 евро может купить уже спокойно аудио 6 c6 32 двигателем в универсале или в седане как вам нравится а дальше уже нравится он газ мне нравится я свои обоснования вам уже привел и так значит теперь я собираюсь закончить как-то это видео и решил поговорить с вами о самом интересном конечно том насколько экономится между газом и бензином одним словом если бы я ездил на бензине а у меня расход получается средний при приблизительно 11 литров на 100 километров 11 литров на 100 километров это не такой-то уж и маленький расход как вы понимаете и это при том что 70 процентов моей езды у меня проходит за городом и 30 по городу в общем получается так если бы я ездил все эти 100 тысяч километров на бензине у меня получилось бы сумма такая на данную на данный момент сколько бензина стоит латвия получил пришлось бы заплатить 15 тысяч 40 евро на 100 тысяч километров но так как я езжу на газу при нынешних ценах на газ мне бы пришлось заплатить всего лишь шесть тысяч шестнадцать евро вот такая вот большая разница то есть получается так что я бы сэкономил не 7000 евро как я рассказывал если бы цена была все время такая как сегодня я бы сэкономил на самом деле аж в районе 9000 евро а 9000 это вообще бешеная цена 200 тысяч километров это принципе эти деньги за которые не один раз покрыл ремонт своей машины за это расстояние тут в принципе говорить уже больше не о чем осталось мне вам только показать мою страничку на drive 2.ru чтобы вы могли почитать про мою машину побольше как бы там можно найти вообще все полностью подробности про эту машину посмотреть сколько денег у меня на нее уходит то есть там подсчеты входит даже каждая батарейка каждая лампочка которая меняю в этой машине вообще все полностью учитывается нет у него ни одного упущенного сантимова там будет довольно интересно ну и вот конечно таким образом можно идти на самом драйве сейчас покажу вам заходим сюда выбираем а6 вот среди а6 я нахожусь здесь заходим сюда это моя страница здесь находится си я рассказываю все описание но если вы из латвии до этого выглядит так гораздо проще еще ну че что немножко проглючила ножка выходит на общую страницу и вот я нахожусь на 2 месте вот он и то есть это машина по Риге тогда у вас будет высвечивать или по Латвии или по Риге заходите сюда и то же самое в принципе таким образом мне нужно идти здесь смотрите, делайте выводы и плюсуйте спасибо